Проект бюджета на 2022 год составлялся в непростых условиях, пояснила начальник управления финансов Гагаузи Татьяна Дойчева. Планировалось, что он будет социально ориентированным. Получилось свернуть бюджет вот в таком размере, который был представлен, это миллиард 110, большая часть это трансферты из государственного бюджета. Что касается собственных доходов, мы очень скрупулезно подошли к планированию по собственным доходам. Участники публичных слушаний заявили, что предложенный вариант бюджета на 2022 год требует корректировок. Ассоциация примаров Гагаузи не согласна с некоторыми статьями проекта закона о бюджете на 2022 год. Мы свою позицию озвучивали еще при утверждении бюджета на 2021 год. Наша позиция не изменилась. Заключается она в том, что мы выступаем за децентрализацию финансов, а именно восстановление тех программ, которые были приняты, на наш взгляд, очень хорошие программы по освещенному силу, по финансированию депо, возвращению, значит, финансирование здорового поколения. Мы настаиваем на том, чтобы фонд социальной поддержки населения был распределен между примариями, для того, чтобы в этот кризисный год мы могли более эффективно помогать нашим сельчанам, нашим гражданам. Меня, например, как примара, тоже очень возмущают некоторые цифры, которые недополучают наши примарии. Ну, это и освещение, это и социальная поддержка, фонд социальной поддержки населения. Он везде в республике получает примария. У нас в Гагаузи это почему-то какое-то такое непонятное колено, через что проходят эти деньги, и очень все бюрократизировано. Вот я, например, считаю, что это неправильно. Поэтому мы, ассоциация примаров, приготовили свои видения, свои просьбы, дополнения, которые были сегодня озвучены. И считаем, что если народное собрание нас услышит и поддержит, то это будет очень даже хорошо. Заместитель председателя исполнительного комитета Гагаузи Олеся Танасогла отметила, что бюджет – это живой организм, который способен изменяться и модифицироваться. Бюджет этого года разрабатывался в каких условиях, все знаете. Это и инфляция, которая была в республике, сегодня и в республике. Это энергетический кризис. И, к сожалению, несмотря на обращение властей Гагаузи к центральным властям, чтобы включить в бюджет расходы на энергоносители, до сих пор энергоносители в бюджеты нашего учреждения не включены. Это и COVID-19. Мы в 2021 году, в декабре, в ноябре, месяцы пытались спланировать, как COVID-19 может повлиять на бюджеты 2022 года в наших учреждениях. Депутат Народного собрания Гагаузи Александр Тарнавский убежден, что проект закона, представленный исполнительным комитетом, децентрализован. Механизм приоритетности расходов в законе, по мнению законодателя, необходимо детализировать, потому что некоторые статьи профинансированы практически на 100%, а некоторые – на половину от плановых показателей. Чем будет детальнее расписан механизм финансирования, тем меньше субъективизма будет у администраторов бюджета, в данном случае исполнительного комитета, по приоритетности их расходования. Бюджет должен был быть принят в декабре 2021 года. По словам народных избранников, эта процедура затянулась ввиду того, что проект, предложенный исполкомом Гагаузии, требует доработок. В прошлом году закон о бюджете 2021 был принят в июле. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал, ГРТ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...